25 октября примерно в 10 часов утра в доме по улице Удмуртской 5 произошло обрушение балконов. К счастью, никто не пострадал. Трехэтажку, построенную в 1963 году, признали аварийной еще 6 лет назад. Однако там до сих пор проживают люди. В свое время жильцам всех 27 квартир мэрия предлагала переехать в помещение маневренного фонда. Однако согласились на временные условия не все. Наша съемочная группа побывала на месте ЧП. Торчащая арматура, куски бетона и деревянных перекрытий в перемешку с вещами жильцов. Все, что осталось от этих конструктивных элементов дома. Часть старой трехэтажки рухнула мгновенно. И страшно представить, что могло случиться, если бы в это время кто-нибудь находился на лоджии. Надежде Буниной, проживающей на третьем этаже, повезло больше всех, если так вообще можно сказать в этом случае. Ее лоджия устояла, но выходить на нее теперь опасно для жизни. Часть основания рухнула вниз, а то, что осталось, ненадежно и непрочно. И можно расценивать как удачу, что за несколько минут до обрушения хозяйка вышла из квартиры. Где-то около 10 часов зашла домой, посмотреть, что крыша или нет. И пошла обратно. Обратно выхожу, тут уже народ скопился, балкон обвалился. Второй упал на первый этаж. Первый обвалился и свалился. У нас немножко постоял, потом уже тоже крыша. Оттуда у него крыша, у Сергея, у меня получается. Не знаю, что там. И у них тоже обвалился. Вот и все. Теперь женщине предлагают заварить вход на балкон, а то не дай бог чего. Переселять людей не планируют, хотя дом официально признан аварийным еще в 2012 году. Предлагали в свое время переместиться в маневренный фонд. Но, по словам жителей, он не сильно отличается от того, что есть сейчас. Согласились не все. Дом вообще в аварийном состоянии. Он признан. Нам обещали его еще в 2018 году переселить. Но потом сказали, что переселять пока нет такой возможности. Обещали дать деньги за квартиры. От денег все отказались. Деньги же будут небольшие, а купить уже будет невозможно. Ну, сказали, вот женщина ездила туда, соседка там с того подъезда. Она говорит, что где-то числа, года до 23-го вам придется подождать. А что мы сможем сделать, скажите? Я говорю, они даже просто крышу сделать не могут. Там прибить железку к трубе, чтобы не текла крыша. Я понимаю, что нужно помочь Сирии, Украине. Ну, про своих тоже надо хоть немножко думать. Управляющая компания, обслуживающая этот дом, о собственниках уж точно не думает. Лет пять назад сделали косметический ремонт. Если конкретно, покрасили входную группу. И все, сокрушаются жители. После обрушения части дома во дворе появились коммунальщики. Обнесли место происшествия сигнальной лентой и заборчиком. Обещали убрать строительный мусор. В ближайшее время будет проведено инструментальное обследование конструкции дома. Не знаю, я прям в шоке была. Я думаю, ну, что это будет делать? Ну, что, переселять, конечно, не будут. Они нас, ну, кому-то мы нужны. А так, ну, что, ну, сносят они этот балкон, сказали, привезут, завтра кран снесут. Ну, какие там эмоции? Никаких эмоций уже нет. Марина Зинченко, Анна Муслимова, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин.